Вопрос. Может ли муж спать рядом со своей женой в Рамадан? Ответ. Хвала Аллаху. Да, это дозволено. Более этого, муж может наслаждаться своей женой во время поста, если это не дойдет до семи извержения и полового акта. Сообщается от Айши, да будет доволен ею Аллах, что во время поста посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, целовал и ласкал своих жен, но он лучше любого из вас владел собой. Аль-Бухари. Ас-Сахих. Хадис номер 1927. Муслим. Ас-Сахих. Хадис номер 1106. Ас-Синди и сказал. Слова ласкал указывают на то, что пророк касался кожи своей жены своей кожей, например, касался своей щекой, щеки, жены и тому подобное. Имеется в виду, что он касался кожи, и под этим не подразумевается половой акт. Шейху ибн Усаймину, да помилует его Аллах, задали вопрос. Что дозволено постящемуся мужчине со своей постящейся женой? Он ответил. Человек, соблюдающий обязательный пост, не должен делать со своей женой то, что может привести к семиизвержению. Люди различаются по скорости эякуляции. Некоторым нужно больше времени, и они могут владеть собой в полной мере. Как сказала Айша, да будет доволен ее Аллах, но он лучше любого из вас владел собой. Есть и такие, которые не могут владеть собой. И эякуляция у них происходит быстро. Таким следует остерегаться во время обязательного поста, ласкать свою жену, касаться ее, целовать и совершать прочие действия. Если человек уверен в себе, уверен, что сдержится, то он может поцеловать и обнять свою жену, даже во время обязательного поста. Однако, он должен остерегаться полового акта. Ибо половой акт в дневное время поста приводит к пяти вещам. Первое. Греху. Второе. Нарушению поста. Третье. Воздержанию оставшуюся часть дня. Тот, кто испортил пост в Рамадан без уважительной по шариату причины, должен воздерживаться оставшуюся часть дня и возместить пост этого дня. Четвертое. Обязательному возмещению поста этого дня, потому что человек испортил обязательное поклонение. Пятое. Искуплению. Человек должен искупить свое действие. И это самое суровое искупление. Освободить раба. Если нет раба, то соблюдать непрерывный пост на протяжении двух месяцев. А если не сможет и этого, то необходимо накормить 60 бедняков. Если это был обязательный пост вне Рамадана, например, возмещение пропущенных дней Рамадана или пост искупления, то порча подобного поста посредством совершения полового акта приводит к двум – к греху и возмещению самого дня поста. Если человек соблюдал добровольный пост и испортил его половым актом, то в этом случае он ничего не обязан делать.